2013 год в России объявлен годом экологической культуры и охраны окружающей среды. В рамках этой инициативы «Газпромнефть-Ноябрьский нефтегаз» приступила к рекультивации земель на своих дальних месторождениях. На днях компетентная комиссия принимала работу подрядчиков на холмистом и чаталькинском месторождениях. Вместе с нефтяниками эти объекты посетила и наша съемочная группа. Еще недавно здесь, на территории пятого куста холмистого месторождения, располагался амбар с буровым шламом. А сегодня на его месте мы видим уже практически готовую для посева многолетних трав площадку. Это означает, что подрядчик завершил технический этап рекультивации. На данном этапе мы сделали технический процесс, закончили все трофованием. На все время мы потратили две недели на данном кусту. Члены комиссии, а это сотрудники отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды проверяют качество выполненных работ. Впрочем, фирма-подрядчик сотрудничает с предприятием «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» уже давно и за это время зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Вот и в этот раз все необходимые мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием. Недостатков нет, все сделано очень хорошо и грамотно. Но сейчас сделан только технический этап, работы будут продолжаться еще в летний период, будет проводиться биологический этап, будет производиться оборонование, внесение удобрений и посев многолетних трав. То есть после всходов, к концу летнего периода, здесь будет колоситься трава. Сам процесс технического этапа рекультивации шламовых амбаров наша съемочная группа воочию наблюдала на втором кусте Четолкинского месторождения, где работы сегодня ведутся полным ходом. Сначала весь участок разбивается на своеобразные небольшие квадраты. В них из раствора создается твердый монолит, который впоследствии утилизируется. Происходит перемешивание шлама с добавлением цемента и песка. После того, как перемешивание завершится, ему отдают отстояться, он превращается в монолит, что исключает миграцию вредных компонентов в почву или какие-нибудь подземные воды. На первом кусту Четолкинского месторождения эти работы уже завершены. Здесь же подрядчик только приступил к выполнению первого технического этапа и сразу же столкнулся с определенными трудностями. Очень трудно. Грунт берется, замерзший с углинок. Тут не карьер приходится. Очень тяжело. Потихонечку справляемся. Не так, как хотелось бы, конечно. Но, тем не менее, работа движется. Собираемся технику на лето оставить, потому что не успеваем. Всего же в этом году на месторождениях «Газпромнефти» «Ноябрьскнефтегаза» планируется рекультивировать 37 шламовых амбаров, что почти в два раза больше показателей 2012 года. Так, постепенно избавляясь от наследия прошлых лет, нефтяники возвращают природе ее первозданный вид. Кстати, там, где уже на месте буровых амбаров колосятся многолетние травы и овес, нефтяники постоянно встречают зайцев. И это очень символично, ведь дикие звери являются самым строгим контролером качества выполненных работ. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Виталий Харченко. Новости нашего города.